Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург. Это город противоречий, он надменно царский на вид, но простонародьем наречий дышат его сталь и гранит. Город вроде строгий и чинный, но вокруг народ разбитной, как бы очень консервативный, с революционной судьбой. Город многонациональный, только русский до глубины, и церковно-патриархальный, и безбожный он до поры. Город веры, музыки, света, город смелых русских людей. Здесь стояли насмерть поэты за свободу этих камней. Приняв решение написать песню о городе камней и поэтов, о городе Санкт-Петербурге, мы начали объезжать памятники самым известным питерским поэтам. Их здесь, конечно, много, но мы решили объехать самых известных. И, конечно же, нельзя было пропустить внимание Осипа Мандельштама. А памятник ему стоит на закрытой территории Филфака Государственного университета. И нас туда не пропустили. А здесь, на шестом этаже, возле террасы открытой, находится проекция Осипа Мандельштама. Мы ее увидели случайно. Здесь вообще на каждом этаже эти проекции разных поэтов питерских. Возле нашего номера там проекция Сергея Есенина, если вы помните. Поэтому я решил рассказать об Осипе Мандельштаме, стоя здесь, в этом коридоре. Осип Мандельштам, конечно же, известный поэт, и все о нем знают. Но для тех, кто вроде как и не слышал, помоложе тех, кто, то я немного расскажу. Осип Мандельштам – это известный поэт начала прошлого века, ну, 20-30-х годов. Его лирика была популярна у публики, и власть его привечала. Его даже включили в список одного из самых значимых питерских поэтов, ну, и русских поэтов, соответственно. Но в 1933 году, я считаю, что по ребяческой причине, ну, ребячество какое-то, он берет и пишет антисталинское стихотворение «Мы живем под собой, не чуя страны». Ну, наше поколение все знают это стихотворение. Но я его вам зачитаю. «Мы живем под собой, не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны. И где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви жирны, и слова, как пудовые гири верны. Таракане смеются глазища, и сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычит, он один лишь бабачит и тычет. Как подкову кует за указом указ. Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что ни касть у него, то малина, и широкая грудь осетина. Когда Мандельштам прочел это стихотворение Борису Пастернаку, с которым они дружили, тот ему сказал. То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе и поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, который я не одобряю и в котором не хочу принимать участие. Вы мне ничего не читали и ничего я не слышал. И прошу вас, не читайте этого никому другому. Но Мандельштам не удержался и прочел это стихотворение своим некоторым друзьям и знакомым. А вы же знаете, что ради красивого словца и эпатажа мы зачастую совершаем беспросветные глупости. Кто-то из этих людей, кому он зачитывал этот стишок, написал на него доносы. Начались репрессии. Уже в 1934 году его осудили и отправили в ссылку. Когда до Мандельштама дошло, какую глупость он совершил, думая, что его известность и популярность являются беспрекословной защитой от гнева вождя всех народов. Он в 1937 году, будучи в ссылке, написал хвалебную оду Сталину, в которой превозносил вождя, вложив в величавые метафоры и сравнения весь свой талант и все свое поэтическое мастерство, которым он владел. Зацитирую несколько отрывков. «И я хочу благодарить холмы, что эту кость и эту кисть развили. Он родился в горах, и горечь знал тюрьмы. Хочу назвать его не Сталин, Джугашвили». Глазами Сталина раздвинута гора, и вдаль прищурилась равнина, как море без морщин, как завтра из вчера, до солнца борозды от плуга из полина. «Правдивей правды нет, чем искренность бойца, для чести и любви, для доблести и стали. Есть имя славное для сжатых губ чтеца. Его мы слышали, и мы его застали». Но эта хвалебная ода Мандельштаму уже не помогла. Безжалостный маховик репрессий был запущен, и, как я уже рассказал, его вновь осудили и отправили в лагеря. Есть различные взгляды на это стихотворение. Кто-то утверждает, что Мандельштам сломался в ссылке, но, к примеру, Иосиф Бродский считал эту оду не откровенной лестью, а гениальной сатирой. Потом он в 1937 вышел, но в 1938 году его осудили еще раз, как врага народа, и дали ему пять лет. И отправили в лагеря, где он и умер в том же году отцепного тифа, на пересыльном лагере во Владивостоке. С супругом Мандельштама Надежда всегда была рядом с ним в тяжелые минуты. Всегда. Именно поэтому голландский скульптор Ханнеке де Мюнг в 2010 году создала памятник их совместный, памятник Осипу и Надежде Мандельштам, который и стоит во дворе филфака Санкт-Петербургского госуниверситета. Она говорила об их отношениях, что это была монументальная история любви. Вот такой вот памятник, но, к сожалению, мы к нему не попали. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук.